привет дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я вот зашел в теплицу для того чтобы поснимать свой неизвестный черный инжир который был когда-то получен из крыма как буржуасод черный вот вот такие у него плоды и вот сейчас покажу вам растения все чтобы вы видели какое растение вот отойду так немножко растение у меня в горшке посажено вот плоды созревшие а вот еще те которые будут созревать в теплице он у меня созревают всегда весь в открытом грунте к сожалению в киевской области не хватает ему тепла чтобы нормально созреть такой вот он черный красивый имеет вот такой вот характерный лист вот не сильно рассеченный на этом инжире иногда можно увидеть присутствие вируса вот видите вот лист с такими характерными пятнами это наличие вируса но он ему не мешает абсолютно давайте сейчас я плоды буду срывать сорву для начала один плодик глазок небольшой значит у этого инжира обычно такая штука нехорошая есть он во влажных условиях может растрескиваться поэтому во первых при созревании его нельзя ни в коем случае переливать ну и надо как бы проверять степень зрелости потому что он может закисать глазок хоть и небольшой но он открытый и туда могут попадать всякие мошки и вызывать закисание плода давайте сейчас я вот специально принес блюдечку салфеточку чтобы это все положить пока и весы вот такие плоды вот плоды не очень тяжелые вот они бывают вот такие плоские как блинчики вкус очень интересный необычный вкусный инжир но главное не пропустить чтобы он не перезрел то есть он может перезревать сейчас я попробую и скажу вам по своим ощущениям шоце воно таке ну слушайте он такой мягкий вообще обалденно вкус непривычный какой-то но очень вкусный сладости много есть даже единичные семена попадаются хрустящие неплохой инжир сейчас я отодвину горшок и посмотрим так весы все так на коленке как говорится давайте самый большой попробую взвесить вот 26 грамм даже видите то есть он вроде бы крупный а вес у него небольшой вот это 20 давайте вот это здесь 18 давайте еще раз взвесим 20 грамм 26 вот это типа самый большой по весу теперь ну сравню вот со спичным коробком по размеру видите да специально принес спичный коробок чтобы было видно по размеру это не буржа сот я не знаю что это за инжир это не буржа сот ну посмотрим может когда-нибудь мне удастся его определить пока он у меня черный неизвестный и кстати он по Украине ходит у многих он есть особенно я заметил что у многих он есть в Херсонской области в Херсоне растет большими деревьями крупными такие вот плоды так сейчас буду разрезать ну есть пустота видите как бы тоже минус этого сорта внутри есть пустота когда он на хорошем солнце растет обычно у него тут аж черного цвета прямо такого черного цвета мякоть сейчас у нас в Киевской области солнечных дней мало поэтому видите такая вот кстати можно рассмотреть структуру полностью видите инжир это как бы цветок вот саплодия да то есть это как подсолнух с множеством цветов то есть если бы он был вот так вот развернут вот то это цветы как у подсолнуха вот они миленькие их очень много и вот через через вот это отверстие попадает сюда оса бластофага и происходит опыление инжира такой вот инжир на этом все наверное пока что подписывайтесь на канал я надеюсь еще что-нибудь покажу в этом году вот у меня много тут растений стоит разных инжир вот зеленожов ты еще не дозрел до конца это канадрия еще два плода на канадрий вот это цитрусы разные тут всякие посмотрим если получится поснимаю еще что-нибудь если не придут холода как говорится резко ну а на этом наверно все до скорых встреч пока